При 30-ти миллионном бюджете фильм «В поисках приключений» 96-го года заработал около 60-ти. Это было первой режиссерской работой Жан-Клод Ван Дамма. Сюжет был Фрэнка Дюкса и Жан-Клода Ван Дамма. И Фрэнк Дюкс позже подал в суд на Ван Дамма, утверждая, что данный сюжет написал он ранее. Но Ван Дамм утверждал, что это не так. Суд Фрэнк Дюкс проиграл, но в титрах фильма «В поисках приключений» есть его имя, так как гильдия сценаристов Америки признала его авторство. Фрэнк ранее работал с Ван Даммом в фильме «Кровавый спорт», который написан по истории Фрэнка Дюкса. Фильм «В поисках приключений» кончается сражением в гига-мега-турнире, как в фильме «Не отступать и не сдаваться», «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Самоволка» и прочих фильмах. Ван Дамм хотел повторить успех этих фильмов, даже на роль главного злодея турнира выбрал Абделя Киси, который является братом Мишеля Киси, который был главным противником турнира в фильме «Кикбоксер». Он играл Тонгпо, а с Абдель Киси Ван Дамм уже дрался в конце фильма «Самоволка» 90-го года. Роджер Мур, игравший в фильме «В поисках приключений», сказал, что это самый худший фильм, в котором ему приходилось сниматься. Большую роль в этом сыграл Ван Дамм, с которым было неприятно работать, как сказал Роджер Мур, и был полный непрофессиональный подход к фильму. Тут же играли Луис Мандилор, игравший в сериале «Китайский городовой» с Сэмом Хонгом. Появился и Нилс Аллен Стюарт, игравший в фильме «Маска» 94-го. Он работает каскадером. Играл и Джеймс Рэммер, игравший Рейдена во второй части фильма «Мортал Комбат». Также в «Поисках приключений» играл Стефанос Мильцакакис, игравший неоднократно с Ван Даммом. Например, в фильме «Максимальный риск» 96-го. Фильм «Патруль времени» 94-го мне лично довольно-таки понравился, и я его рекомендую к просмотру. Он не супер-гипер-пипер-пиздипер, блять. Он не супер-пупер, но очень неплох, и фильм основывается на одноимённом комиксе. Сценарий, эффекты и сам фильм номинировался на премию «Сатурн», а в 95-м вышла даже игра по этому фильму и комиксу, плюс сериал в 97-м. При 27-миллионном бюджете фильм взял около 100. Ван Дамм получил 5 лимонов за роль в этом фильме. Сразу на видео, позже, даже вышло продолжение «Патруль времени 2. Берлинское решение» 2003-го с Джейсоном Скоттом Ли, который ранее играл Брюса Ли в фильме «Дракон. История Брюса Ли» 93-го. Поминутно пройдёмся по «Патрулю времени». На 5.30 объясняют, что фильм о путешествиях во времени и предотвращении изменений будущего. Ван Дамм тут играет полицейского, который останавливает изменения во времени, которые могут делать люди. Любое изменение в прошлом имеет серьёзные, порой катастрофические последствия. Необходимо создать тайное агентство по контролю этой технологии и защите времени. Действия фильма происходят в 2004-м году. Напомню, что на дворе уже 2018-й, у нас нет летающих машин, самозрешнуровывающихся кроссовок, совместных душевых, и всё точно так же, как в 1994-м, только смартфоны появились. На 27.45 в «Патруле времени» говорят, что нельзя встречаться самим с собой, когда путешествуешь во времени. Всякий раз, когда агент отправляется в прошлое, он рискует встретиться с самим собой. Это может привести к катастрофе. Одинаковые тела из разных времён не могут занимать одно и то же пространство в теории. Подобное было в фильме «Назад в будущее». На 43.00 в «Патруле времени» здесь также разгоняются на машине и уходят в прошлое, в точности, как в фильме «Назад в будущее». Режиссёром «Патруля времени» был Питер Хаймс, режиссировавший ещё «Космическая Одиссея» 2010-84 года, который является продолжением фильма «Космическая Одиссея» 2001-68 года. Далее Питер режиссировал «Внезапная смерть» 1995-го с Жан-Клодом, номинировался как худший режиссёр на антипремию «Золотая малина» за режиссуру «Конца света» 1999-го со Шварцем, режиссировал фильм «Близкие враги» 2013-го с Жан-Клодом в главных ролях и прочее. В «Патруле времени» также играет Мия Сара, игравшая «Выходной день» Ферриса Бьюлера 1986-го, Рон Сильвер, умерший в 2009-м, он также играл в фильме «Голубая сталь» в 90-м с Джеймили Кёртис, и тут же играл Брэд Лори, игравший Майка Майерса в «Хэллоуин. Воскрешение» 2002-го. Если пропустили «Патруль времени» и «Поклонник Ван Дамма», то очень советую глянуть. Фильм довольно-таки классный и не просто про драчки-хуточки. «Колония» вышла в 1997-м году. В оригинале фильм называется «Двойная команда», и Ван Дамм здесь снимается в паре с баскетлопкистом Деннисом Родманом. Также злодея тут играл Микки Рурк. Несмотря на это, фильм провалился, и при 30-ти миллионном бюджете взял лишь около 11-ти. Ван Дамм получил 600 тысяч за роль, а Деннис Родман взял 2 миллиона. Деннис Родман в этом фильме меняет цвет прически многократно, и этому нет никакого объяснения. Просто он такой вот модный мальчишка. Только в одном моменте фильма он маскируется, и смену волос хоть как-то можно оправдать. А Микки Рурка тут по минимуму в начале лишь фильма и в конце. Также на 1.19.00 без всякой на то причины на Деннисе нет верхней одежды. И это киноклише, когда мускулистые парни в конце фильма на опасном задании снимают верхнюю часть одежды. То же самое делает и Микки Рурк тут. А на 1.2307 просто бессмысленный и беспощадный продакт-плейсмент. Вдруг ни с того ни с сего во время взрыва в какой-то башне замки появляются автоматы с Кока-Колой, которые спасают жизнь героям. Мало того, что тут Деннис Родман как новогодняя ёлка, так фильм в конце вообще скатывается в какой-то грайнд-хаус. А на 1.3830 в колонии Ван Дамм очень сильно любит ванну, сзади, прямо в слив и в прочих позах. Режиссером был Цуи Харк. Это был его первый фильм на американский рынок. До этого он режиссировал только китайские фильмы для китайского рынка. А для американского рынка он ещё режиссировал следующие фильмы. Близнецы Дракона 92-го с Джеки Чаном и Взрыватель 98-го с Ван Даммом и Робом Шнайдером. Ещё в колонии играет Пол Фриман, евший муху в Индиане Джонс 81-го. «Трудная мишень» 93-го при 19 миллионах взял около 75. Три с половиной лимона получил Ван Дамм за роль. Фильм даже с какого-то хрена номинировался на премию Сатурн как лучший ужастик, но проиграл «Армии тьмы» 92-го с Брюсом Кэмпбеллом. Также фильм номинировался на лучшую музыку и Джон Ву номинировался как лучший режиссёр. Фильм изначально длился 2 часа и было много сцен с Лэнсом Хенриксоном, но Ван Дамм с Монтажёром сократили фильм, вырезав много сцен с Лэнсом и сосредоточили фильм на персонажа Ван Дамма. Ван Дамм сказал, что люди пойдут смотреть фильм в главной роли Жан-Клод Ван Даммом, а не с Лэнсом Хенриксоном. Режиссёр Джон Ву отметил, что у Ван Дамма очень большое эго. Ниже пупка. Джон Ву ещё режиссировал фильм «Без лица» 97-го, «Миссия невыполнима» 2000-го и прочее. В помощь Джону Ву на съёмках «Трудной мишени» был нанят режиссёр Сэм Рэйми, потому что это был многомиллионный фильм, а режиссёром был азиат, который плохо говорит по-английски. Лэнс Хенриксон получил премию «Сатурн» как лучший актёр второго плана за роль в «Трудной мишени». Также в фильме играл Арнольд Вослу, игравший им Хатепа в фильме «Мумия» 99-го. Поминутно пройдёмся по фильму. На 30.50 появляется «Голубь». Это фишка всех фильмов Джона Ву. А на 1.08.54 переход со звуком смены видения у «Хищника» из фильма «Хищник 2». На 1.21.17 удар в прыжке с разворотом, как во многих фильмах с Ван Даммом. А ближе к концу фильма у Ван Дамма пистолет с бесконечным запасом патронов, который не нуждается в перезарядке. И тут же съёмка спина к спине, в точности как в фильме «Без лица» Джона Ву. «Разговор у стенки» и «Перестрелка». У «Трудной мишени» ещё вышло продолжение сразу на видео в 2016-м со Скоттом Эткинсом. «Самоволка» вышла в 90-м году. С бюджетом в 6 миллионов взяла 24. В оригинале фильм называется «Львиное сердце», а героя тут зовут Леон. И на 26.45 ему даёт прозвище «Львиное сердце». В фильме также играл Брайан Томпсон, игравший Шао Кана во втором фильме «Мортал Комбат». И тут же играл Мишель Киси, игравший в нескольких частях кикбоксёра. И ещё в «Самоволке» играл брат Мишеля Киси, Абдель Киси. Он играл Атилу. И ещё был в фильме «В поисках приключений» с Ван Даммом и «В тайне ордена 2001» с Ван Даммом же. В одной из сцен ему тут дали даже кошку, как классическому злодею в фильмах про Джеймса Бонда. Режиссёром «Самоволки» был Шалдон Летич, писавший сценарий к «Рэмбо 3» 88-го. И он ещё режиссировал «Двойной удар» 91-го и ещё несколько фильмов с Ван Даммом. «Ордер на смерть» вышел в 90-м году. При шести лимонах взял около 50-ти. Ван Дамм получил за роль 75 тысяч. Фильм вполне неплох для категории «Драчки-хурачки» с Ван Даммом. И также дело происходит в тюрьме, что устанавливает тон для всего фильма. Главного злодея тут играл Патрик Килл Патрик. Это красный краб? Нет, это Патрик! Игравший в фильме класс 99-го, 90-го года. Тут же играл Роберт Гийом, умерший в 2017-м. И известный озвучкой Рафики в мультиках «Король лев». Небольшую роль также играл Джошуа Джон Миллер, игравший ранее в фильме «Почти полная тьма» 87-го. В конце фильма на 1.22.00 тут киноклише. Злодей типа умер, но потом он возвращается к жизни. «Возрыватель» 98-го года с бюджетом в 35 миллионов провалился, взяв лишь около 10-ти. Здесь была опять коллаборация Ван Дамма, на этот раз с комиком Робом Шнайдером. Но это почти никак в фильме не используется, и что с Робом Шнайдером, что без него, фильм никак не проявляется. Вот фильм «Судья Дредд», где также играл Роб Шнайдер, отлично выигрывает с ним. Но вот Роб Шнайдер в фильме «Взрыватель» с Ван Даммом просто лишний. Нет никаких с ним сцен, где он уместно и хорошо используется. Сценарий писал Стивен Де Суза, который ранее режиссировал фильм «Уличный боец» 94-го с Ван Даммом, а также писал сценарий к фильму «Команда» 85-го со Шварцем. Режиссером «Взрывателя» был Цуй Харк. Это был его первый фильм на американский рынок. До этого он режиссировал только китайские фильмы. Во «Взрывателе» также играл Глен Чин, который играл охранника в «Черепашках Ниндзя 3». И тут же играл Деннис Чан, ранее игравший с Ван Даммом в «Кикбоксере». На 53-53 во «Взрывателе» видно, что трюк с машиной явно пошел не так, как предполагалось. Про интересные факты о Ван Дамме и также рассказ о фильме «Кровавый спорт» и «Кикбоксер» с Ван Даммом есть ссылки в описании к этому видео. Кто пропустил, можете глянуть. Хочу сказать отдельное спасибо за постоянную поддержку на сервисе Patreon Альфреду, Сергею Чернову и Сереге Шелесту. Спасибо, ребят, уже очень много месяцев поддерживаете меня. Это также очень важно для меня. И еще есть несколько людей, которые также находятся и поддерживают меня на сервисе Patreon. Всем патронам спасибо огромное, что постоянно поддерживаете. Майка х**бовая какая-то, х**бовая. Ну, чисто домашняя уж, ну. Нет, надо что-нибудь, наверное, да или допиздать. С которым было неприятно работать, как сказал Роджер. Хрджи Брджер. 10 фильмов с Ван Клодом, с жандармом Ван Клодом, жандарм Ван Клод Джонсон. Пики такие прикольные. В фильме также играл Брайан Томпсон, игравший Шао Кана во втором фильме Mortal Kombat. Хе-хе.